только у меня тянет или у всех не замес время тоже подтягивает и ребята три огромных плюса йоги смеха первое это здоровье второе это счастье и третье это мир во всем мире и немножечко о каждом первое здоровье здоровь смех это вот сам натуральный такой природный ингредиент который исцеляет человека но практически от всего мы часто замечали что если мы поволнуемся может быть кто-то поссорился там много поздорилась кем-то и членов семьи или с каким-то значимым человеком мы что обращаем внимание у нас сразу иммунная броня падает мы легко подвластны любой заболевание то есть кто-то на нас чихнет какой-то верюс к нам уже приклеилась и в то же время когда мы энергетически на высокой шкале эмоциональности то нам вот все равно нам все равно что происходит там ковид не ковид мы знаем сто процентов что мы будем здоровы поэтому очень много очень много примеров и вы наверно видели и различные фильмы о том как люди избавлялись исцеляли с помощью смеха от онкологии от многих заболеваний я понимаю что у меня время мне прям хочется об этом рассказывать и рассказывать но может быть мы как-то посвятим йоге смеха отдельное занятие и так прокачаемся там часик полтора чисто по йоге смеха хорошо но скажу сейчас вот вкратце но во-первых вообще чем отличается йога смеха от йога терапии вот йога смех смеха это именно про здоровье это именно как смеяться правильно и неважно есть при этом анекдот какой-то или нет а это именно про здоровье и когда человек смеется смеяться надо вообще дышать набирая воздух в живот потому что почему йога смеха йога это про дыхание и мы знаем что дыхание без минуты 3 человек проживет без дыхания да и дальше то есть это важнее чем вода это важнее чем еда и поэтому нужно смеяться правильно дышать набирая воздух в живот и когда человек смеется и смеется правильно мы сегодня разберем несколько правил то ну во-первых расширяются легкие если кто-то из вас переболел к видом ребята это прямо вам показано всех кто кого вы знаете что имеет какие-то подобные заболевания либо тоже переболел то обязательно их направляйте на йогу смеха то есть происходит функционирование кислородом насыщение кислородом вот те болезни которые сегодня связаны с сосудом инфаркты инсульты да это тоже нехватка кислорода поэтому когда мы смеемся мы набираем легкий кислород и вы почувствуете что у вас будет проходить каждый раз расширение вы больше будете пробивать звуки вы дольше будете смеяться и наш мозг обогащается кислородом это увеличит потенциал мозга его креативность его творчество и сегодня но очень знаете молодеет такая болезнь как вот старческо слабоумие забывчивость амнезия как скажите когда человек теряет память и когда человек насыщает свой кислород нет нет еще но похоже да еще и когда человек смеется деменция деменция совершенно мирно вот сегодня это болезнь очень молодеет вы просто почитайте в интернете поэтому нам нужно прокачивать мозг нам нужно просмей просмевать все ситуации знаете психологи говорят что надо выключаться если плохо мы все эмоциональные люди и мы все подвластны эмоциям да и мы все можем прогневаться все что угодно может быть так вот психологи говорят нужно проплакаться нужно прокричаться а мы говорим нужно просмеяться вот на зло всем бедам чтобы меньше было гадости копите радости поэтому просмеяться назло всем невзгодам всем проблемам и вот пусти ты луч света до в своей жизни даже когда бывают какие-то неприятности поэтому ребята когда мы смеемся у нас происходит массаж внутренних органов у нас подтягиваются мышцы мы понимаем для женщин до насколько особенно чем старший человек а мы понимаем насколько важно подтягивать внутренние эти мышцы нас обозначивать обозначается талия потому что когда мы смеемся это пресс это знаете как два часа фитнес-тренировки кстати если говорить о фитнесе то это еще и фейсбилдинг поэтому мы видим что часто человек который улыбается который смеется да ему часто говорят ой ты так молодо выглядишь тебе не дашь твоего возраста он действительно чувствует себя прекрасно и человек если мне угрозные эмоции у него опускаются уголки рта у него обозначаются вот это вот горе с это печаль обозначается на лице это старе человека когда человек как солнышко улыбается он всегда выглядит моложе прокачиваться совершенно другие мышцы то есть это еще фейсбилдинг это конечно тоже здорово и классно и так качается наш пресс далее когда человек смеется но почитайте пожалуйста нормана казинца или я вам скину видео вы тоже посмотрите то есть происходит исцеление но практически на всех на всех уровнях насыщение счастьем да это гормоны радости смех это натуральный гормон радости он заменяет там 200 с лишним плиток шоколада представляете показано даже зависимым людям то есть зависимые люди которые зависят может быть от алкоголя от наркомании им нужно вот одно удовольствие поменять на другое удовольствие наверное в этом многие знаете так вот пусть они занимаются йога смехом потому что когда они пусть от другое удовольствие им не нужно будет зависеть от той зависимости которая есть и что такое эмоциональный интеллект это умение управлять чужими эмоциями мне умение управлять своими эмоциями так вот это еще прокачка интеллекта и мир во всем мире мир во всем мире но трудно представить человека улыбающегося жизнерадостного который желает друг другу счастье как это сегодня мы друг другу желали когда мы друг другу говорили добрые хорошие слова и трудно представить такого человека чтобы он в Желал кому-то зла, чтобы он мечтал о войне, о каких-то там убийствах, о том, что сегодня часто происходит в мире. Поэтому наше призвание – нести свет этому миру. И представляете, у нас международный бизнес, у нас участвуют уже более 100 стран. И когда мы можем, путешествуя, выступать на больших сценах, нести вот этот свет, это добро, кто-то это будет нести через Писание, кто-то через призму собственного опыта, на примере других людей. И представляете, как мы будем вдохновлять людей и прокачивать их на доброе, на хорошее, на классное. Ну вот так вот вкратце о пользе смеха. Три вот такие большие миссии. И далее, поскольку йога смеха – это продыхание, то мы сегодня будем говорить именно о том, как смеяться правильно. И существует пять правил. Итак, первое правило. Мы смеемся. Как вы думаете, на какую букву удобнее всего смеяться? На упражнениях мы прям будем это делать, но сегодня мы немножко сокращаем. На какую букву удобнее смеяться? Первая буква алфамета на букву А. Да. И, ребята, сейчас не обращайте внимания о том, что вот не идут какие-то фильмы, комедии, нет анекдотов. А мы просто должны понимать, что смеяться можно и так. И дальше происходят нейронные связи, происходит отзеркаливание, как вот если человек зевнул, и другие зевают. Человек улыбнулся, и вокруг тоже хочется улыбаться. Поэтому мы сейчас с вами, набирая в живот воздуха, попробуем смеяться на букву А. Хорошо? Это упражнение. В Библии сказано, будьте, как дети, всегда радуйтесь. И наша задача пробудить в себе внутреннего ребенка. Итак, приготовились на букву А. И поехали. Можно включить микрофоны. Молодцы. Вот так буду показывать. Молодцы. Ребята, следующие кадры. Ребята, следующее правило. Когда мы смеемся, мы широко открываем рот. Понятно? Вот. Попробуйте четыре пальца. У меня не очень хорошо получается. Да, можно помассировать немножечко наши челюсти. Вот. И смеемся, широко открыв рот. Когда покажу вот так, мы слушаем и переходим к следующему упражнению. Хорошо? Вопрос, Лариса, вопрос. Сначала мы сделаем глубокий вдох, наверное, да? Да, мы делаем живот воздух. Живот именно набираем. Ну, не всегда это не очень получается. Поэтому положите руку на живот. Тут не вдох, смотри. Наполняем живот воздухом. Не утягиваем живот, а наоборот. Выпираем живот. Поняла? Положите руку на живот. На живот. И постарайтесь, представьте, что там шарик надувной, и мы его надуваем. Ну, мы это прокачаем на упражнения, когда будем пропевать, да? Сейчас давайте пока просто смеемся. Вот основные пять правил. Это даже вот сейчас не про живот. При дыхании мы будем, да, на живот обращать внимание. То есть второе правило – это широко открываем рот. Итак, первое на букву А, второе – широко открываем рот. И приготовились, смеемся на букву А и с широко открытым ртом. Молодцы, молодцы. На змеечку закрыли. И сейчас мы будем смеяться. Третье правило – громко. То есть первое, второе, третье. Широко открываем рот и громко. Итак, ну, если у вас, конечно, есть возможность. Нет, рядом маленьких деток. Итак, приготовились и поехали громко. Продолжение следует. Просто супер. Следующее правило, ребята. Нам нужно научиться выдыхать до конца. Почему до конца? При этом идет обогащение кислородом, как мы уже говорили. И все плохое, когда мы выкашливаем, буквально откашливаемся, все плохое выходит. Вы можете поставить рядом, если вам нужно будет откаркиваться, это хорошо. Можете поставить рядом водичку, запивать. То есть выдох должен быть до конца. То есть йога – это про дыхание. Поэтому давайте вначале сделаем с вами вот такое упражнение. То есть перед тем, как смеяться до конца, давайте попробуем вот покашлять. Сейчас вот просто мы выкашливаем все плохое. Да, пусть оно уходит. А, выбираем все хорошее. Итак, набираем воздух в животик и откашливаемся до конца, как можно дольше. Прямо вот, чтобы позвоночник или пупок. И приготовить. И... Каким-то дольше. Все от меня заразили. И вы чувствуете, да, когда мы кашляем до конца, но немножко напоминает смех. А теперь мы действительно перейдем в смех. То есть мы смеемся с открытым ртом, громко и до конца, вот прям вот до конца уже нет смеха. И почти наш опыт переходит, но мы все из себя полностью выдохаем. Приготовились и... А! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть у вас смеются глаза, пусть у вас смеются уши, пусть у вас смеется сердце, душа, печень, почки, легкие, руки, ноги. Вот просто все. Вы можете встать, вы можете хохотать, вот знаете, так, чтобы у вас вот пресс болел. Понятно? То есть тело в дело. Приготовились. И... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хо-хо между ногами. Ха-ха-ха. Хо-хо. Ха-ха-ха. Активируем точки на лагу. Хо-хо. Ха-ха-ха. Да! Хорошо. Хорошо. Да! Лучший день. Лучший день. Да! Миру мир. Миру мир. Да! Запомнили? Миру мир. Миру мир. Да! Миру мир. Миру мир. Хо-хо. Я просто заряжаю энергетически. А сейчас мы пропоем звуки. И первый звук А. Вот сейчас мы следим за дыханием. То есть положите одну руку на живот, одну руку на грудь. И мы делаем вдох так, чтобы у нас животик разрастался, за легкие раскрывались. То есть максимально впускаем в себя воздух. И пропеваем звук А. Приготовились. Вдох. Продолжение следует... Вот все! Пусть любила... Один раз непрерывно до конца. Молодцы. Можно глазки закрыть, сосредоточиться на звуке. Вы можете набрать воздух в живот и потом ещё добрать в лёгкие. Теперь звук. Давайте все вместе набираем живот на лёгкие. Молодцы. Теперь звук У. Приготовились, набираем живот. Продолжение следует... Если хочется откашливаться, откашливайтесь. Это очень хорошо, потому что выходит мокрота, выходит скидка. Мы выгоняем из себя, всё не нужно. Поэтому откашлились, попили водички. И сейчас будет звук И. Приготовились. Набрали воздух. Чувствуем, как округляется горло округляется, звук округляется. Звук становится более объёмным, да, происходят какие-то вибрации. Вот очень хорошо, если вы слышите свои резонаторы. Это вот прям отлично. Сейчас звук Э. Вы будете чувствовать, что у вас даже голос будет меняться. Вот после таких упражнений вы как пыльцы будете, как прокаченные. И букв Э. Приготовились. Набрали. Вдох. Субтитры делал DimaTorzok А теперь звук М. Но звук М начнём, давайте, с любой гласной, кому как хочется. Часто принято. Можете не принципиально. Приготовились. Когда звук М, старайтесь, чтобы у вас вот шикотно было, чтобы вы прямо чувствовали. На звуке М очень хорошо работают, раскрываются дезонаторы наши. Итак, приготовились. Вдох. Почувствовали? Да-да, почувствовали, что вот как немножко шикотно, да? Вот такое вот. А теперь давайте все эти звуки пропоём на одном выдохе и закончим М. Хорошо? А, О, У, И, Э, Э и М закончим. Давайте постараемся это на одном выдохе сделать. А, О, У, И, Э, Э, Э и М закончим. Хорошо? Так, набираем воздух в живот, потом лёгкие. Как бы два дыхания. Сейчас живот надулся, потом лёгкие. Приготовились. Ну, какие молодцы, так долго. Ребята, а теперь на букву «Я». Начинается всё с нас. И мы как капля в этом океане. Если мы несём радость, если мы любим себя, то мы любим и окружающий мир. Поэтому давайте сейчас пропоём звук «Я» для себя, любимый. Глазки лучше закрывайте. Сосредоточьтесь на своих внутренних ощущениях. Что у вас происходит. Приготовились. Животик набираем и поём звук «Я». А теперь давайте споём звук «Я» для друг друга. Хорошо? Давайте друг другу положим руки на плечи. Можете ещё представить кого-то тех людей, которые будут в вашей команде. Давайте всех, всех наш кружочек. И мы друг другу победоносно, лидером, самым лучшим, самым лучезарным, классным споём букву «Я». Приготовились и «Я». А теперь споём во имя мира во всём мире. Помните миссию компании? Чтобы сделать этот мир лучше. И представим, что мы обняли весь земной шар и послали этому земному шару свою любовь, мир, благодать, изобилие, процветание. Говорю, мурашки идут по коже. Вот всё самое доброе, что вы хотите пожелать. Обнимаем земной шар и во имя мира во всём мире. Букву «Я». Приготовились и поехали. Молодцы, классно. А теперь упражнение «Радуга». Итак, приготовьтесь. Сейчас мы будем пить, наполняться вот таким ментальным коктейлем. Вот есть, вы знаете, витамины, когда мы физическое тело наполняем, да? А мы сейчас наполним вот своё такое душевное тело, своё состояние. Итак, у нас два ведёрка. В одном ведёрке у нас радуга счастья. Что такое радуга? Это божья улыбка, да? Мы часто видим радугу и радуемся. Уже как-то это вот просто у нас заложено. Итак, у нас в одной ведёрке радуга. А в другой ведёрке помогайте мне, мы наливаем всё, что мы хотим. Давайте. Успех. Здоровье. Наполняйте. Изобилие. Изобилие. Процветание. Любовь. Любовь. Веселье. Веселье. Радость. Рёгкость. Супер. Представляете, какие у нас два ведёрка. Теперь мы из них сделаем один коктейль. Итак, мы приготовились. Сейчас сделаем и физическую зарядку, наклоняемся и приготовились на четыре раза. Э-э. Меняем. Э-э. Переливаем из ведра ведро. Э-э. Э-э. И размешиваем. Э-э-э. И пьём. И спиём, да? А теперь берём два больших бочонка. И то же самое. Один бочок. Бочонок с радугой счастья, энергии. Второй бочонок со всем, что мы сказали. Да, это счастье, любовь, классное настроение, здоровье, радость. И всё это перемешиваем. Э-э. Э-э. И пьём и выливаем. Э-э. Потому что всё не выпьем. С друг другом будем делиться. Э-э. Ха-ха-ха-ха. Вот такой душевый коктейль счастья. Ха-ха-ха-ха. Пинат на друг друга. Э-э. Делимся, ребята. Делимся с друг другом. Делимся с этим миром. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И обмазываем. Вот. И лицо можем помазать. Такую масочку счастья. У нас вот. Вот ушки растёрли. Ой, как классно. А, здорово. сделаем вот такое упражнение мизинец и указательный палец на гармонизацию двух полушарии не вижу два мизинец указательный мизинец указательная и меняем раз-два раз-два вот это вот дома от тренируетесь да это тоже прокачка нашей памяти приготовились а теперь у нас будет задание электрошокера то есть мы закрываем глазки и наша задача друг другу прикоснуться пальчики чтобы у нас прикоснулись приготовились и и электрошокер когда ударит только мы будем смеяться и приготовили с закрытыми глазками постараемся попасть находим пальчики еще раз пальчики как ток соприкоснулся мы сразу разжали и приготовились да не держите не держите пальчик а теперь друг другу давайте все в экран друг другу еще раз приготовились и двумя скажем кто молодец скажите я молодец каждой себе я молодец я молодец я молодец вы молодцы друг другу кто молодцы все вместе и побежали большую обнимашку и друг другу глазки посмотрели и обняли друг друга вот такая у нас большая большая обнимашка друг друга подобрили вот так обнялись сказали ты молодец так классно что ты у меня есть ребята так здорово что мы у друг друга есть и вы такие классные я вас благодарю я вас люблю вы просто супер и вот такая шкала радости представьте что шкала радости у нас на десяточку отмерьте сейчас какое у вас настроение вот по десятибалльной шкале где 12 это прям ну вот прям плохо 5 это середина 10 это уже так вот бодрость души и тела поделитесь какое настроение конечно 10 супер здорово ребята но я думаю что вот даже сегодня мы чуть-чуть только с вами позанимались но вы увидели что такое йога смеха как это классно и ваше домашнее задание как можно чаще сегодня просмеяться по-любому чихнули и смеетесь смеемся чтобы не произошло любая мысль если забываете смеяться ставьте будильник ставьте будильник ловите в это время себя на мысли какая у вас была эмоция если в это время вы поймали эмоцию какой-то заботы печали там обеспокоенности все что делаем сразу работаем с этой эмоции да а зачем мне это нужно начинаем просмеивать то есть ваша задача там 200 смехов сделать ваша задача вот смейтесь как я вначале не совсем у меня получалось я у меня в смех как-то переходил тот момент много было переживаний в плач а сейчас вот у меня мальвина недавно ночевала и я проснула знать от смеха и выхожу говорю я сама себя разбудила знаете уже так много этих гормонов радости эндорфина что я не что-то снилось смешное я сама себя разбудила от того что я хохотала классно ребята я благодарю вас за то что вы сегодня были на занятии за то что вы поработали на десяточку ваша шкала радости об этом сказала это просто супер вы молодцы вам вот такого отличного классного настроения и не забываем задание это задание пожалуйста запишите на видео и выложите хорошо хотя бы минута смеха вы можете несколько раз не обязательно там сразу 15 минут сколько сможет но я уже сегодня услышала что вы можете смеяться долго давайте сейчас минута смеха приготовились давайте на телефон кстати выложить чат и сказать я молодец я это сделал я королева смеха и смейтесь телефоны прям ставим на видео включаем и поехали минута смеха во имя мира во всем мире приготовились и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok